Приветствую вас, дорогие крестьяне, боголюбцы, надеюсь, и жадные до Слова Божьего. Единственная форма жадности, которая похвально и приветствуется. Преображение Господне сегодня в области нашего внимания, об этом прямо сейчас. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую от них, и преобразился перед ними, и просияло лице его, как солнце, одежда же его сделались белыми, как свет. Есть небо, а есть небо небес. Есть святое, а есть святое святых. Есть умрешь, а есть смертью умрешь. То есть есть некое умножение, возведение в квадрат в Библии таких важных, естественных понятий. Имеется в виду, что существует путь в глубину. И вот, например, есть апостолы, а есть апостолы среди апостолов. То есть есть ближайший круг учеников в центре Христос, а радиус очерчен 12 точек, 12 учеников. Вроде бы все они одинаковые. Нет. Внутри этого круга есть еще более маленький круг. Три ученика всего лишь. Петр, Яков и Иоанн. Есть более широкий круг, 70 учеников. То есть Христос приближает к себе людей на разное расстояние. И если, например, Серафим Саровский в нашей церковной истории, он пришел в величайшую близость к Богу, он жил Христом ежесекундно. У него в круглый год была Пасха. Всегда говорил Христос воскресе, когда бы к нему не пришли. И медведь к нему хлеб приходил кушать. И десятки раз приходила к нему Богоматерь с сонами различных учеников. В общем, он жил на небе, на земле уже, в принципе, на небе. То это такой тесный круг приближения, к которому нельзя подойти близко обычному человеку. Здесь разные, повторяю, степени приближения к центру. Центр – Христос. Вот ближайшие к центру – это Богородица, Иоанн Претеча, Архангельский лик. И вот эти три человека – Петр, Яков и Иоанн, три избранных апостола. Петр, камень веры, Иоанн – вечный спутник его юной Безусы. И брат старший Иоанна – Яков, оба они – Яков и Иоанн – сыны рыбака по имени Зеведей, находящийся в дальнем родстве с Господом Иисусом Христом через Иосифа и маму. Значит, вот этих трех Господь Иисус Христос берет с собой на гору, где показывает им славу свою. А до этого Он пообещал им, что есть некоторые, которые смерти не вкусят. Есть такой вопрос в Псалмах. Давид спрашивает Бога, говорит, Господи, кто такой, кто есть человек, который поживет и не вкусит смерти? Не выпит эту горькую чашу. Кто такой? Есть ли такой? И вот, как бы, отвечая Давиду на вопрос, заданный очень давно, Христос говорит апостолам, есть между вами те, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, пришедшего в Царствие Своем. Это Он говорил о преображении. Христос взял с собой на гору трех учеников, дал им вкусить силу будущего века, дал им ощутить, что такое пребывать в Царстве. Что Он сделал? Он преобразился пред ними. Он показал им славу свою, которую имел прежде сложения мира. То есть мира не было, еще из элементарных частичек этих Вселенной не было склеено, еще не было атомов протонов и электронов, еще не было притягающихся, отталкивающихся действий те микрочастицы, еще не полетели в пространстве Вселенной эти космические скопления, еще ничего не было на маленькой Земле, ничего еще не было. А Сын Божий имеет славу вечную у Отца, Он вечен. Как Отец вечен, так у Отца с Ним вечное слово. И вот эту вечную славу свою, которую нельзя потерпеть человеку в полной мере, которую можно только лучиком показать ему, Христос лучиком показывает им. Он как бы, образно говоря, как солнышко, имеющее добровольно власть спрятаться или показаться, выходит из-за тучи и дает им немножко погреться в лучах своего божества. Григорий Палама говорит, что не Христос изменился, а Христос изменил зрение своих учеников, чтобы они были вдруг способны видеть в Нем того, кем Он есть. И им стало хорошо, и они почувствовали себя в раю, то есть в утраченном блаженстве и даже больше. И Петр сказал, что хорошо нам здесь быть. Давай сделаем здесь три палатки и останемся здесь. Пришли к Нему Моисей и Илья к Иисусу Христу разговаривать с Ним, разговаривать с Ним на конкретно заданную тему о том, как Он закончит свой земной путь в Иерусалиме, то есть о Его страдании. Они пришли с Ним разговаривать. А потом облако осияло их, и из облака был голос Отца, что это Сын Мой возлюбленный, Его слушайте. И потом все закончилось, им нужно было спускаться опять вниз с горы, и Господь сказал им никому не говорить об этом, до тех пор, пока Сын Человеческий из мертвых не воскреснет. Церковь говорит нам в Кандаке праздника, что они видели Христа во славе, на фаворе, для того, чтобы когда они Его увидят распинаемого на Голгофе, чтобы они не поколебались в вере, чтобы они знали, что распятие – это нечто очень важное и нужное, что без Него никуда, и что распятый – это Сын Божий, который имеет вечную славу, что Он как умер, так и воскреснет. Для этого Он показал им себя, так Церковь говорит, «Да их датья узрят распинаемо, страдания вразумеют вольное». Они, правда, не вразумели, они разбежались все, кроме Иоанна. Иоанн остался, а они разбежались в разные стороны, и он достиг своей цели, Господь в данном случае, только в лице одного ученика, только Иоанна. Иоанн понимал, что вот Сын Божий, вот слава Господня, вот имя Его, вот Его премудрость. То, что Христос сейчас на кресте распятый, избитый, брошенный всеми и отверженный, – это еще не конец. То есть что-то будет дальше. То есть Бог для чего-то это допускает. Но Христос нам через праздник преображения показывает, кто Он такой, в кого мы верим. Мы верим в Слово Божие, которое изначало у Бога, без которого ничего не существует, и все, что есть, Его силою есть. И Он стал человеком от Девы Марии, Слово стало плотью и обитало между нами. И чтобы мы не сомневались, в этом летом Господь собирает нас на праздник преображения. Как пишет Пастернак, поодиночке шли и парами. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа, по-старому преображение Господне. С праздником, дорогие христиане! Субтитры создавал DimaTorzok